Добрый вечер. Чемпионат мира по бизнесу. Команда Позитив. Меня зовут Рыкова Наталья и я сегодня встречаюсь с мега успешными интернет-предпринимателями Антоном и Анной Кононовым. В первую очередь хотела спросить, на какой ступеньке вы сейчас находитесь? Мы сейчас подтверждены старших национальных директора. А за какое время вы дошли до этого ступеньки? Когда мы открыли старших национальных. Где-то за два года меньше будет. Ну да, чуть меньше будет. Меньше подтвердили. Такое серьезное достижение. Как все начиналось вообще? С чего вот такое решение пришло, что все, вот идем в сетевой маркетинг, в МЛМ, люди шарапаются все от этого МЛМа? Ну, наверное, вы, наверное, так решили. Ну, неправда. Шарапаются очень мало. Я всегда с детства наблюдала за видней, которые успешны. Я думала, чем же я хуже них. Конечно, мы из семьи простых рабочих крестьян. Так можно выразиться, да, мне мама всю жизнь проработала поваром. Я всю жизнь работала в торговле продавцом. Вот. А папа работал слесарем, монтажником и так далее. Вот. И, конечно же, когда я вышла в декрет, меня уволили судьи в связи с ликвидацией фирмы. Тогда дочкой было всего лишь три недели. Суд было не подать, потому что ликвидация фирмы – это задморно. То есть с ними никак было не повоевать. И так получилось, что и у мужа была такая проблема, что он, увольняясь с одной работы, устраивался на другую, и на другую его не взяли. И на ту же взяли место. И получилось, что он остался в непринтересном. Ну, конечно, полдень и через неделю мы выключили, потому что складывать туда было нечего. И вот, в принципе, я понимала, что обе мамочки у меня уже старенькие. Водиться с дочкой. Некому муж не может найти работу, бесконечные подработки. Обещают одно, платят другое. И так получилось, что я решила попробовать сетевой маркетинг. Первая компания у меня была неудачная, но я очень-очень хорошо продавала на продажах. Зарабатывала хорошие деньги на продажах, но бизнес у меня там никто не учил, и я даже не знала, что это был бизнес, и что его можно строить. И потом как-то однажды я в соцсети получила предложение от девушки, что вот давайте строить бизнес. Я поняла, что бизнес можно построить в любой ныневой компании, какой бы она ни была, с какими-нибудь условиями. Я решила остаться под своим номером у себя, я никуда не ходила. Я начала строить бизнес в прошлой компании. Очень долго, очень туго я шла до 12%. Если честно, это было так медленно, у меня не хватило терпения. Я не стала дальше расти, дальше развиваться. Но я, как сказать, я ушла с проекта. В интернет-проекте мы были, да, я ушла с проекта, я ушла отсюда. И мне, ну, просто разочаровалась. Но вот какое-то вот внутри чувство, да, мне хотелось все-таки так же, как они. Они могут, почему я не могу. И вот это вот ощущение того, что вот я ушла, я сдалась, оно мне, как даже сказать, оно мне не давало покоя. И я потом получила предложение от девушки из компании интернет. Вот. И, конечно же, мне стало интересно, а почему я не рада ни от кого за год работы в интернете и не получила ни от него предложения от компании Brick. И тут я смекнула. Конечно же, я пошла изучать маркетинг-план. Мне очень понравились все бонусы. Особенно привлек бонус материнства, бонус усыновления, бонус развития, бонус стабильности, квалификационные бонусы, директорские бонусы. Привлекло, что компания для старта новичков обеспечивает хорошими материалами для старта. Это как быстрый старт. У нас очень шикарная программа, и не будет для компании такой. Нет. Это, конечно же, стартовая программа, программа «Ходя в левку». Это то, что у нас очень широкий ассортимент. То, что он недорогое, быстро заканчивающийся. То, что компания состоит в ОФБ. Это для меня очень важно, что члены ассоциации прямых продаж кого угодно туда не возьмут. Вот. И, конечно же, самое классное, что продукция не тестируется на животных, тестируется по ГОСТу, по СОРПИ, по всем стандартам. Потому что у компании собственный завод, собственное производство. То, что мы застрахованы от подделок. У нас нет посредников. Для меня это тоже очень важно, потому что я беру продукцию в свою семью, дети пользуются этой продукцией. Также мне очень понравилось, что в компании собственный детская одежда. На тот момент женской и мужской ее еще не было. Но была детская одежда, обуви тоже не было. Сейчас-то все появилось. Очень понравилась косметика для дома биоразлагаемая. Очень понравились БАДы, биологические добавки. Потом позже переименовали в продукты функционального питания. Вот. И, конечно же, когда я стала сотрудничать с компанией Фиберлик, вы знаете, очень легко ко мне пошел народ, так как я вначале просто очень много изучала от ней информации. Я изучала все от и до. Это все открытая информация. Прямо на сайте Фиберлик это все найти легко и просто. Ну, вот так вот я и пошла в компанию Фиберлик. Ну, вот сейчас я вас часто вижу, вы вместе, муж вам очень помогает в вашем деле. Мы по рабочим моментам даже созванивались несколько раз. А в самом начале ваша семья как отнеслась к тому, что вы пошли в МЛМ, начали сидеть за компьютером часами, ночами, днями, сутками? Вообще была поддержка близких, поддержка мужа или это уже пришло потом, когда вы уже достигли каких-то результатов? Ну, как сказать, муж мне сразу не мешал, он присоединился ко мне с девяти процессов. Когда я ему показала, как даже сказать, показала маркетинг-план, он его поизучал, очень долго изучал и сказал, да, я буду с тобой работать. Он мне помогал, но днями все-таки я оставалась одна с маленьким ребенком, я работала, росла одна. Но вот когда уже мы открыли уровень открытого старшего директора, он уволился. Он уволился и мы уже начали бизнес этот вместе продолжать. И, конечно, тогда уже пошло и звание за звание. Довольно быстро звание за звание. Да, у нас вот когда я уже уволился, был план, чтобы когда я уволился, чтобы зарплата Анина была больше, чем в два раза, чем у меня. Да, ну чтобы такая подушка безопасности такая была хорошая. Понятно. Вот ваше имя, вот мы о чем сейчас говорили, про спам. Вот ваше имя уже само по себе стало брендом. То есть на вас уже язык, как на ваше имя. И я знаю по себе, пробовала, что выстроить свой бренд, построить свой личный бренд, это очень тяжелый труд и занимает очень много времени. Как вы справляетесь с нехладкой времени? Как все успевают? Новички часто спрашивают, я ничего не успеваю вообще. Как вы организовываете свой день, чтобы все успеть? Особенно в начале. Сейчас понятно, что нужно, наверное, уже научить. А вот как вы справлялись с этим? Ну, как я справлялась? Во-первых, мне первая моя проблема была некуда деть малыша. Когда я пришла в компанию Фоберлик, моей дочке был год и два, она, грубо говоря, ничего не понимала, но уже умела хорошо ходить. Везде лезла, везде падала. И, конечно же, тут я просила старшую дочку свою водиться с ней, сидеть с ней, играть, еще что-то. То есть, конечно же, еще у меня есть племянница, она тоже водилась, да, то есть я за день, конечно, шоколадки, там, какие-то поощрения. Я знала, куда я иду. Конечно, в такие трудные моменты самое главное не свернуть и самое главное не опустить руки и не сказать мне некогда. Потому что в итоге мы получаем ту награду, что мы можем себе позволить многое, да. Конечно же, поначалу были против родителей, была против моя семья, но моя племяшка, моя дочка мне помогали. И помогали очень хорошо. Мама стала помогать, когда я ей купила большой красивый телевизор и подарила, да, то есть вот. И тут самое главное понимать в голове, что это надо только нам, то есть выставлять приоритет в работе так, чтобы мы понимали, что мы сначала идем на уровень директора, а потом наши люди, за счет которых мы выросли до уровня директора, они тоже хотят зарабатывать и тоже хотят стать директорами. Если вы сами стали директором, к примеру, а ваши люди под вами не директора, они все равно рано или поздно уйдут и бизнес будут нестабильны. Вот. И это очень важно понимать. И вот это самый главный приоритет. Когда я понимала, зачем я иду, в какую я компанию иду, что все легально, официально, что в компании белые доходы прозрачные, я понимала, что я могу в 10, в 20, в 30 раз больше зарабатывать, чем на работе по найму. Это, конечно, меня подстегивало. Я находила варианты. Допустим, я гуляла с ребенком, я с телефона взделала и рассылала сообщения. 2-3 сообщения на улице, пока она спит, дам сообщение 15, 20, 40, где-то пообщаюсь, где-то созвонюсь. И вот так вот потихоньку начала возникать моя команда. Потом я поняла, что команда, так как я, не умеет, я начала создавать обучающие ролики, выкладывать их на YouTube. И создавала я их, конечно, для своей команды. В первую очередь я создавала для своей команды, но я не знала тогда, что такое YouTube, что такое закрытые ролики. Это все дрожащими ручками, это все не понимая, куда идешь, зачем идешь, но понимаешь, что нужно стать директором. Хватит работать на диарию, кому-то там, да, кому-то делать богатым, а сама вот оставлять свое здоровье на работе. И вот так вот из месяца в месяц я стала смотреть, что моя команда смотрит мои ролики. Допустим, как зайти в кабинет, как активировать кабинет минимальным балловым заказом, как забрать подарки, как сменить страну. Потому что у нас структура международная, я никогда не выбирала, с какой стороны новичок. Если они ко мне идут, то они уже ко мне идут, и я их обучаю полноценно. То есть я должна знать все, да, про все страны. Соответственно, если я все знаю, а мой новичок ничего не знает, то он заходит на мой YouTube, копирует и посылает новичку, к примеру, мое видео, и они начинают все уметь. То есть если меня лидер может продублицировать, он молодец. Но если методы работы не дублицированные, и команда не может нас повторить, то получается то, что мы будем, как даже сказать, рот будет медленнее. Если, допустим, я своим новичкам, которые не умеют работать в интернете, буду говорить, снимать свои ролики, или мои, то получится, что новичок просто не сможет меня в некоторых случаях повторить. Почему? Потому что у кого-то кто-то просто работает с телефона, кто-то стесняется, а кто-то не готов. Мы же все начинаем с нуля. Компьютерной грамоты не у всех хватает. Конечно, компьютерной грамоты не у всех хватает. Мы все начинаем с нуля. Конечно же, первый уровень 3% — это выплаты 180 рублей. И очень часто, когда я говорила, давай начнем разбивать свой бренд, мне новичок говорил, за 180 рублей что ли? Когда человек не видит деньги, ему сложно поверить в то, что он делает, хотя ему рассказываешь все от и до, про маркетинг-план, про компанию, как мы растем, что директор — это всего лишь 60 человек по 50 баллов. И все в его понимании понятно. И мы часами это все объясняем на вебинарах, рассказываем. Но не всегда в это люди верят. Не всегда люди верят в наш бизнес. Особенно, когда новичок это начинает, и у него своего еще нет опыта. Да, да. Вам, так понятно, уже все поверят. Ну, не скажите. Вот сейчас, на данный момент, когда нас находят, допустим, лидеры с другой сетевой компанией, и говорят, а правда, что вы столько зарабатываете, я говорю, ну правда, а пошлите мне свой скриншот. Я посылаю, и мне говорят, а что вы врете? Ну да. Вот такое вот даже бывает у вас, что обвинять во лжи. И, конечно же, самый классный уровень — это когда лидер на 19% зарабатывает свои 20 тысяч каждые 3 недели. И вот тогда был очень хороший поток именно на доказательство того, сколько мы зарабатываем. Сейчас мы, наоборот, начали скрывать свои доходы, потому что люди не верят. Слишком большие. Слишком много, да. Слишком большие, не укладываются в голове. Да. А вот когда у вас появляются новички, приходят они, ну понятно, по маркетинг-плану, по тому, что дает нам компания вот эту информацию, понятно, что новичку надо давать, как работать в кабинете, это все понятно. А помимо этого, что-нибудь вот, что вы даете новичку? Может, что-то посмотреть, какие-то фильмы, какие-то книги почитать, что-нибудь еще дополнительно? Обязательно к прочтению это «Бедный папа, богатый папа» Киосаки. Это квадрат денежного потока. И, в принципе, больше я ничего не делаю. Ничего больше. Да, потому что вот именно та книжка «Бедный папа, богатый папа, богатый папа» у меня все мышление мое перевернуло, и я начала понимать, в какую сторону двигаться, чтобы избавиться от рутины вот этой вот, да, работы по найму. Вот. А также у нас, конечно же, сердце нашего проекта – это «Скайп». У нас идет строжайшая градация. Новичок приходит, он в чате новичков. Если у него начинает все получаться, он прошел школу новичка, он идет уже в чат активного роста. Там уже мы обучаем рекрутировать. Вот. Вот. Потом, значит, третий уровень – это уже чат лучших топ-лидеров. В этом чате мы уже обучаем сопровождать, обучать, проводить планерки, быть смелее. И, конечно же, последний уровень – это совет директоров, даже предпоследний. А самый последний – это уже совет драгоценных директоров. Да, то есть, конечно, мы их тянем туда, чтобы мы добавили тебя в чат активного роста. Ждем в чате топ-лидеров. Чем выше ты, тем выше твои выплаты. То есть, конечно же, люди приходят за деньгами, и о деньгах нужно первое время постоянно говорить. Обязательно, чтобы новичок видел позитив. Это очень обязательно. Чтобы новичок… Признание на их доставление. Да, признание, поздравление – это тоже очень обязательно. Чтобы методы работы, чтобы они были дублицируемыми. Вот это самое-самое важное. Если новичок приходит, и он не может повторить то, что делаете, будет, значит, ваши методы работы не дублицируем. Самое главное – делать так, чтобы новичку было легко. И, конечно же, еще один маловажный фактор. Так как мы входим в состав основателей проектов «Барлик онлайн», мы сами обучаем новичков. То есть, наши новички не обучают своих новичков. Мы обучаем их новичков с помощью леденара. А потом уже, когда они подрастут, они уже начинают вести лебинар сам. Да, когда люди становятся директорами, уже получают немаленькие бонусы, немаленькие денежки на карточку. И тогда они уже видят, что это все реальное, серьезно. Вот тогда они включаются в работу и начинают тоже вести лебинар. И у вас уже один ваш дом для тех, кто уже должен проводить лебинар с ними. Да, уже один. Да. Большая работа. Очень большая работа, но она меня вдохнула. Большая работа, времени много, конечно, занимала. И вот по поводу отдыха. Как бы невозможно в таком темпе работать без отдыха. Вот смотрите, за 25 года мы побывали в пяти странах мира. Мы побывали в семи городах России. То есть это не просто на день там заехали, а порой даже по неделю в одном городе. Ну это когда сейчас вам прошел успех. До того, как вы уже... Мы уже через полгода начали ездить. В Сочи, наша первая поездка в Сочи на асамблею. Да, директора вы закрыли. Нет, мы не закрыли. А мы тогда были открытыми старшими и простыми директорами. Ну закрыть-то за полгода, конечно. А чек нам там не давали, но мы уже ездили отдыхать. Да. У нас рекорд на нашем проекте 53 дня директора. Да? Да. Ползом ты. Мы сами обалдели, если честно. Потому что для нас это был такой шок. У нас очень много берут быстрые старты директора. Очень много. Уже даже не перечислить. Двойные быстрые старты берут. Это вообще шикарно. Причем брали не по тем условиям, которые вот сейчас это, да, за полгода открыт директор, и твои бонусы умножатся на 2. Нет. Они брали по тем условиям, когда за 3 каталога надо было открыть директор, и не считая момент регистрации. Я не представляю, как они брали. Они не знали, что это невозможно. Да. Они не знают, что это невозможно. Ну, конечно, если честно, если посмотреть с другой стороны, и видеть, что человек видит цель, и он понимает, что директор — это всего лишь 30 вип-консультантов, то это несложно. Сложнее из этих вип-консультантов потом сделать так, чтобы они смогли быть директорами, проводить вебинары. А вот самое главное — это. Можешь озвучить, сколько у тебя сейчас доходов за 3 недели? 300 тысяч русских рублей каждые 3 недели. 300 тысяч русских рублей каждые 3 недели. И кто-то в наше время еще говорит, что сетевой маршруте — это несерьезный бизнес. Это очень серьезно. Это белый доход. Белый и прозрачный. Я благодарю вас за то, что вы сегодня с нами. Поделились своими секретами, своим успехом с нами поделились, потому что я все равно считаю, что общение с такими людьми не может не заряжать. Надо обязательно приезжать на ассамблеи «Фоберлик». Там такой поток энергии, это просто не описать. Там вся элита приезжает. Там просто смотришь, и кругом нет никого ниже статуса директора. Такая мощная энергетика, такое огромное количество успешных людей, больше тысячи, ведь так ведь, да? Сколько у нас сейчас? На 20-летие в Украине. Сейчас не более круглая, да? Да, около 3000 человек, это все директора, от статуса директор до, какое у нас самое высокое звание? Аткрутый? Закрытый. Да, первым. Вот, и это, конечно, да, это шикарно. Поэтому, дорогие зрители этого видео, мы с Антоном желаем вам роста, удачи, везения, во всем вдохновение. Пусть вам покорятся любые дороги, чтобы вам росло легко и легко вырасти. На самом деле можно, если ваша энергетика, ваши ощущения внутри вас, они будут положительными. И тогда сами люди к вам начнут идти, если вы будете верить в себя, в свой успех и будете сами себя мотивировать. Спасибо вам огромное, зарядили меня энергией, желаю вам дальнейшего роста. Пускай достраивается успеха еще на несколько ступеней. Наша цель – партнер. Партнер. Партнер, выше, как ты не хочешь. Партнер, выше, как ты не хочешь.